Такое впечатление, что время здесь просто остановилось. Виды, виды такие шикарные. Эльбрус, как на ладони, место прекрасное. Я молчу, потому что подобрать слова очень тяжело. Дух захватывает, я подошла к этому обрыву, к водопаду. Палаточка, ребятки, это классно. Вот оно все внутри. Да, экстремальная ночевка наша такая первая, высота 2400. Итак, небольшой отсчет для вас. Мы въехали без ночевки, с нас взяли 200 рублей за въезд. Рассказали, что посмотреть, где купальни. Да, здесь есть купальни, именно минеральные источники, термальная вода, ребята. И сделано классно. Время женщин, время мужчин в купальнях. Потому что люди купаются, ну я так думаю, в неглиже, в костюмах Адама и Евы. Эльбрус, как на ладони. Место прекрасное. Очень много людей, как я сказал, стоит с палатками здесь. Даже, вот смотрите, автодома стоят. Люди сюда приезжают и приезжают не на один-два дня, а приезжают так основательно, надолго. Дух захватывает, дух. Ребята, туалеты есть, они бесплатные. Про туалеты вам сейчас сыро расскажут. Да, туалеты достаточно нормальные, чистые. Там и винничек даже есть, и водичка, все есть. Единственное, возле туалета валяются пустые банки пластиковые. Но неужели нельзя было убрать? Здесь мусорки есть. Люди разные будут, ребятки. Сейчас мы пойдем смотреть водопад. Хотелось немножко потеплее. Потому что, ребятки, вроде светит солнышко, тепленькое. Температура воздуха 24-26. А, здесь уже 20. Вот мы ехали, было даже 26. Здесь, но ветерочек дует на открытой местности. Здесь достаточно так зябко. Классно, ребятки. Великолепнейшие виды открываются. Летают орлы очень низко, прям над дорогой орлы летают. Ищут сусликов. Говорят, сусликов очень много. Но пока мы ни одного еще не видели. Спускаемся вниз по тропинке. Не разгоняйтесь, а то можно угодить. Сам-сам-низ, ребята. И вас оттуда никто не достанет. Значит, водопадик вот там. Сейчас я возьму вторую камеру. И все вам подробно покажу. И расскажу вам еще один лайфхак. Один водопадик маленький вы видели. Но перед подъемом сюда, перед последним подъемом, перед поворотом, есть въезд платный. 50 рублей. К водопаду ехать полтора километра. Вот именно к этому, ребятки. Полтора километра и 500 метров идти пешком. Но все дело в том, что, вы сами видите, вот он водопад. Близко к нему не подойдешь. Очень много водной пыли и грязи. И люди, которые пытаются подойти близко. Мало того, что они становятся мокрые, они еще становятся и грязные. Ирочка, ну как тебе? Вот твои впечатления. Вот хочется от тебя, чтобы люди узнали от меня. Я-то ладно, я люблю Эльбрус. Я всегда в восторге от таких мест. Я молчу, потому что подобрать слова очень тяжело. Дух захватывает. Я подошла к этому обрыву, к водопаду. Аж голова закружилась. Отпечатлений. Так что вот так вот, ребятки, как я говорю, сюда нужно приехать. Это все нужно увидеть своими глазами. И сегодня в нашем путешествии вместе с нами наш друг и помощник. Да, это уже не только помощник. Это наш друг. Автобокс на крышу автомобиля Джокер, который нам любезно предоставили ребята из магазина Крымприцеп. Это прекрасное решение для ваших путешествий. Сюда помещается очень много вещей. Помещаются туристические палатки, спальники, рюкзаки. И если вы собираетесь вот в такие места, в такие прекрасные места, будете ставить палатку, вам нужно взять очень и очень много вещей. И чтобы не захламлять все пространство автомобиля вот этими туристическими вещами, все у вас поместится здесь. А в горах погода переменчивая. Днем, жара, вечером прохладно. Температура воздуха опускается даже сейчас в сентябре месяце до плюс 8, плюс 6 градусов по Цельсию. И поэтому надо брать не только летние вещи, а еще и осенние. Так что, ребятки, пользуйтесь услугами магазина Крымприцепа. Крымприцепы, извините, покупайте у них автобоксы. Сотрудники все вам расскажут, установят, все сделают красиво и, ну как это сказать, с умом. Перед выездом мы рассмотрела высотомерие. Какая высота этого места? 2 с копейками, 2 100, 2 200. Так что, по первой будет дышаться так тяжковатенько. Но, ребят, это стоит того. Когда люди сюда приезжают, они проходят легкую акклиматизацию. Вроде бы 2 с копейками, это не высоко. Но, честно говоря, вот как по мне, перепады высот немножко чувствуются, ребята. Дальше вдалеке, вот там вот на скалах я вижу водопады, ребята. Да, водопады есть. И к ним, в принципе, дойти можно. Ну, посмотрим, осилим мы этот путь или нет. Попробуем. Ребята, и знаменитые камни, которые называют зубы дракона. Вот эти зубцы, они у нас с левой стороны по ходу движения. И также есть с правой стороны. Ну, действительно, смотрите, как природа постаралась. Это вообще бомбически. Значит, теперь про популярность этого места. Автомобильные номера с разных регионов России. Очень много людей приезжает сюда. Ух, порыв ветра такой. Также приезжают на мотоциклах байкеры. Въезд вот туда, на территорию купалин платный. Теперь про купальни, непосредственно про ванны. Есть общие ванны, есть отдельно посещение мужские часы, женские часы. То есть, все это написано. Люди, которые приезжают сюда за оздоровлением в этих источниках термальных, они знают график, все это мониторят. Ну, если кто-то не знает, приезжают и спрашивают у тех, кто здесь работает. Где сами купальни, интересно. Указатели я пока не вижу. Ну, ребята, атмосфера, конечно, супер. Вы сами видите своими глазами, какая атмосфера. Еще я хочу сказать вам, пользуйтесь обязательно солнцезащитным кремом. Чем больше защита, тем лучше. Я даже одела капюшон, чтобы шея не сгорела. Да, и многие люди также закрывают шею. Вы видите, так женщины идут в купальню. Купальня непосредственно вот там находится. Сейчас женские часы, мужские часы чуть позже. Мы же идем вместе с вами к водопаду. Так что купальню мы, наверное, не покажем. Если вы хотите увидеть купальню, приезжайте сюда самостоятельно, купайтесь и все увидите. Прямо по дороге к водопадам есть такая кафешка, вагончик, где можно взять хачаны, чаек, хачаны, картошка, сыр 200 рублей, чай 1 стакан 50 рублей, кофе 50. Ребята, комплексные обеды есть, беседочки, где можно присесть, передохнуть. Ну, хорошее место, действительно, место хорошее, место знаковое. И продают также лечебную глину для суставов, баночка литровая, 1000 рублей. Не знаю, насколько она помогает, правда или нет. Скажи мне, ты веришь в то, что глина помогает? Ну, если сильно верить, она обязательно поможет. Поможет, да. Идем к водопаду, и смотрите, очень много туристов, все хотят сделать фотографии, кто-то записывает видео, шум реки, шум водопада, действительно, горная река. Но здесь есть очень опасный участок для прохода людей, опасность обвала грунта, потому что, вы видите, грунтовые воды, вот они, подмывают почву. Ребята, пока не видно самого водопада, подойдем ближе, и вы его увидите, конечно. Рядом с водопадом находится еще одна купальня, ребята. Ну, я мужчин, купающихся там, конечно, не вижу. Там плещутся одни женщины. Есть переодевалочка вот такая вот. Вот такой хаос из камней и водопад. Уже классные виды. Некоторые люди забираются вот туда, выше, по тропкам, чтобы подойти поближе, чтобы все это увидеть. Ну, у нас есть камера с зумом, и мы все увидим. Все-таки Ира решила сделать подвиг и пройти поближе к водопаду. Ну, а куда же я без нее? Я ее не могу бросить. Идем, ребята, переходим по мостику через вот эту бурлящую горную реку и идем ближе к водопаду. Ира совершила подвиг, прошла через бурную горную реку. Идем. Страшного ничего нет. Опускаться тяжковато ей, я смотрю. Подошли ближе, но можно, конечно же, и еще ближе подойти. Вот как те ребята там наверху, но это нужно карабкаться в гору. Также еще ближе можно подойти по этим камням. Ну, смотрите, цвет воды, она грязная. Водяная взвесь, водяная пыль, и вы будете не просто мокрые, вы будете грязнючие, ребята. Просто я видел видео, когда люди хотят ближе-ближе подойти к водопаду, выходят оттуда все коричневые. Просто коричневого цвета. Как? Впечатлено, честно. Это мощь. Стоило, да, того? Конечно, конечно, конечно. Так что, ребятки, вот это вот стоит того, чтобы сюда добраться, все это посмотреть, сделать фото, селфи, видео. Ну, и хотя бы просто вот приехать сюда. Но на этом наше видео еще не заканчивается. Мы уже держим путь в обратную сторону. Но есть еще одно классное место. Здесь, на этой дороге, в отбойнике есть такой разрыв и небольшая смотровая площадка. Значит, максимальная высота, когда мы поднимались на автомобиле, 2 600, ребятки. Так что, как-то так. И в машине в горку идти тяжеловато. Отсюда открываются прекраснейшие виды. Да, конечно, не на сам Эльбрус. Сам Эльбрус от нас сейчас спрятан за той горой. Но виды на долину, на все это, ребята, на все Джиласу. Они просто великолепнейшие. Я поражен, ребятки. Смотрите, какая красота, какая мощь природы. До горизонта. И за горизонт тянутся горы. Горы, ребятки. Это просто прелесть. Как я говорю, стоит сюда приехать. Смотрите, какие красивые облака на небе. Нам повезло с солнечной погодой. Но вам может не повезти, конечно. Так что заранее мониторьте погоду. В какой месяце лучше ехать, в каком хуже ехать. Я понимаю, что ранней весной, конечно, не очень. Оптимальное время это июль-август и до середины сентября. Это я вам уже говорю так, как опытный турист. Только посмотрите, какая красотень открывается взгляду. Аж дух захватывает. Мы выбрали место под палатку с такими видами. Классно. Найти, конечно, тяжело, потому что многие съезды перекопаны. Где-то, знаете, запрещено въезжать. Но виды шикардосовские. Мы уже разбили свой лагерь. Почему двери машины открыты? Ребят, казус произошел. Немножко разлилась водичка. Проветриваем. Чуть коврики мокрые, но не сильно. Значит, стол поставили, стулья поставили. Вид на Эльбрус тоже поставили. Эльбрус стоит, ребята. Или он нас поставил. Да, или он нас поставил. Палаточка стоит. Машину мы поставили так, чтобы, когда будем сесть за столом, ветер нам не доу спину. Палаточка, ребятки, это классно. Вот оно все внутри. Утром просыпаемся. Утром просыпаемся. И вид Эльбруса. Ну, посмотрим, придут там сегодня суслики или нет. Сейчас будем готовить, кушать. Что у нас сегодня на обед-ужин? Вермишель. С мясом. Вермишель с тушенкой, ребята. Вермишель, мивина и тушенка. И тушенка. Ну, в принципе, такой нехитрый обед-ужин путешественников. Пока запаривается наша вермишелька, мы сидим, любуемся видами Эльбруса. Я поставил для вас сниматься таймлапс. Ребята, виды шикардосовские. Пожелайте нам приятного аппетита с такими великолепными видами. Мы вам желаем аппетита, кто собрался кушать. Конечно, у нас еда такая нехитрая. У вас может быть вкуснее. Но, ребят, вот эта вот простая еда с такими видами, она вкусная-вкусная. Субтитры создавал DimaTorzok Пока вы смотрели таймлапс, мы уже покушали. Ира пошла прогуляться по окрестностям. Я сижу. Ребят, балдею. Тишина, спокойствие. Такое впечатление, что время здесь просто остановилось. Класс. Ребятки, иногда сюда привозят туристов. Но это бывает в первой половине дня. Здесь смотровая площадка, вид на Эльбрус. Ну, а сейчас никого нет. Сейчас разверну стульчик. Буду любоваться Эльбрусом. Как будут смеркаться, вечерить. Я опять поставлю камеру на таймлапс. И что-нибудь поснимаю для вас. Ирочка уже вернулась со своего похода. Скажи, что ты видела? Солнышко в глазки свете. Да, солнышко. Вон там солнышко. Что я видела? Красивейшие, конечно, виды видела. Хотела диких животных увидеть. Я их не боюсь. Сусликов искала, но не нашла. Не нашла. Видела только насекомых. Но виды, виды такие шикарные. Знаете, мое впечатление, как будто это я где-то во сне. Или хорошая сказка, или кино. Как будто это не со мной происходит. Но это я, это вот я. Да, ребят, сидим, смотрим на Эльбрус. Переоделись в вечерние одеяния. Уже немножко утеплились. Потому что холодает. Немножко холодает. Хорошо, что вот наша машина защищает нас. От ветерочка. Но все те, кто смотрел наше видео про путешествия на Кавказ. А это я, надеюсь, не последнее видео. Надеюсь. Вот лично мое мнение, что это видео, это вишенка на торте из наших видео. Напишите вы, кто смотрел все наши видео про это путешествие в этом году. Как вы считаете, вы же смотрели с первого, вот по сегодняшнее видео. Какое видео вам больше понравилось вообще? Про Тбилиси, про нашу поездку, начало из Крыма. Про что-то еще. Про Дегорское ущелье. Или вот это видео. Жду ваших комментариев. Жду комментариев много. Опять же повторюсь, пальцы вверх. Поддерживаем канал комментариями. Кто не подписан, подписывайтесь. Обязательно. Ну и если у кого есть возможности, желания, поддержите наш канал рублем. Кстати, огромное спасибо, огромное спасибо нашей подписчице Елене за ее вклад, материальный вклад в нашу поездку. Спасибо вам огромное. Низкий поклон. Хотим снять еще закат на Эльбрюсе. Небольшой ТМ-Лапс. Как только будет солнышко совсем садиться. Попробуем сделать ТМ-Лапс для вас. Попробуем сделать ТМ-Лапс. ТМ-Лапс. Ребята, эти кадры вы посмотрели уже после ТМ-Лапса. Сейчас он еще снимается. Но смотрите, вот как мы оделись, как мы укутались. Холодает. Действительно, Ира положила очки на ствол. Очки уже влажные. Вот такая изморозь на очках. Влага повышенная здесь. Чуть не видно. И, ребятки, холодает. Действительно холодает. То есть, это наша первая такая экстремальная ночевка. Скажите, как я оделась. Это вам не хухру-махры. И не отдых с палаткой на берегу Черного моря, ребятки. А нам нравится. Да. А мы кайфуем. Мы никуда не спешим сегодня. Мы просто кайфуем. Смотрим, как Эльбрус укутывается облаками. Вы это, конечно, уже видели. Облака такие розового цвета. Это закатные лучи. Ребятки. Самый лучший фильм, который я видела. Да. Это, ребят, это такой супер широкоформатный экран. 360. Супер кинотеатр вообще. То есть, любой кинотеатр, там, как пишут, 12D, отдыхает. 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 И мы отдыхаем. И вы смотрите это видео вместе с нами. Тоже отдыхаете, расслабляетесь. Ребят, чтобы вы понимали, что такое горы. На часах 18.43, а уже садится в горах туманчик. Практически ничего не видно. Солнышко зашло. Все сыреет. Машина сырая. Все вещи уже сырые. Сейчас я буду убирать стулья. Палатка сырая. И сегодня мы рано ляжем спать. Говорим вам доброй ночи. Увидимся утром. Да, скажем доброе утро. Всем доброе утро, ребята. Мы уже проснулись. Классно, да. Классно. Эльбурс в данный момент затянут облаками. Светит солнышко. И такой мелкий-мелкий дождичек пошел. Мы пока еще не успели собраться. Кипятимся. Чайничек на газовой горелочке для кофейку. Будем сейчас завтракать. Дождик вроде бы непродолжительный. Радуга красивая. И будем выдвигаться уже. Так, ребятки, докладываю обстановку. Только начали пить кофе, кушать бутерброды. И уже я начал собирать все наше снаряжение. Пошел дождик. Мы спрятались в машину. Включили печечку. Вот я начал стол складывать, но не успел. Пасутся коровы. Облака гоняют туда-сюда, туда-сюда. Но такая погода бывает, ребятки, в горах. Чтоб вы понимали, утром светило яркое солнышко. Ну, а сейчас... Плюс 13. Плюс 13. И небо частично облужное. Сегодня к нам в гости пришел Собакин. Он приходил вчера. Мы его кормили хлебом, тушенкой. Коровы, которые здесь стоят, вот рядом пасутся. Только они хотели к нам пойти. Он побежал на них отгонять от нас. Ну, как-то так, ребята. Утро. Прекрасное утро. Эльбрус тоже видно. А на этой прекрасной ноте мы, наверное, закончим свое видео, свои приключения из Джилысу. Ребята, классно, классно получилось. Мы классно здесь отдыхнули, классно кайфанули. Супер, супер, супер. Понравилось тебе, да? Очень сильно понравилось. Ну, что вам сказать еще? Такое путешествие нужно проделать самому. Да, понимаю, смотреть по телевизору или на ноутбуке прекрасно. Но нужно приехать самому, чтобы все это понять, все это прочувствовать. Ну, а на Сим не смеем вас задерживать. И наше видео, наверное, мы закончим. Всех пока. И до встречи в следующих выпусках. Да, и коровы с вами прощаются мычать. Мууу. Сим не смеем вас задерживать. Сим не смеем вас задерживать. Субтитры сделал DimaTorzok